За эти годы мы многое сделали для того, чтобы сегодня республика чувствовала себя уверенно. Власти Башкирии отчитались перед депутатами Курултая об итогах деятельности правительства региона в 2021 году. Однако свою речь Радий Хабиров начал с событий последнего месяца. Мы понимаем, что наступили непростые времена. Россию пытаются подчинить, запугать, изолировать от остального мира. Против нашей страны развязана беспрецедентная экономическая информационная война. Я уверен, мы выстоим. Мировой экономики, науки, культуры без России нет и не будет. Но главное сейчас для нас не допустить падения доходов и уровней жизни людей. Закрытие предприятий, рост и безработица. В условиях санкционного давления правительство Российской Федерации решительно принимает масштабные меры по защите экономической, финансовой, технологической и продовольственной безопасности нашей страны. президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что у России значительный запас прочности и повестка долгосрочного развития сохраняется. Хабиров сообщил, что средняя зарплата по Башкирии сейчас выше 40 тысяч рублей. А по итогам прошлого года власти ожидают 2 триллиона рублей валового регионального продукта. Рост промышленности составил 7,5%. Мы признаны лучшими в стране по реализации промышленной политики. Эффективной стала работа наших совместных с Растехом, Газпромом, Башнефти и УГМК рабочих групп. Мы продолжаем работу с прицелом на широкое импортозамещение. Это касается не только машиностроения, нефтегазовой сферы, металлургии, но и других отраслей. И прошу правительства в это непростое время работать руку об руку с руководителями промышленных предприятий, оказывать им помощь, чтобы они выстояли в этой ситуации и продолжить развитие нашей программы индустриальных и технопарков. Прошу завершить работу по формированию мебельного и других отраслевых кластеров в нашей республике. После Радий Хабиров предложил, а депутаты госсобрания единогласно поддержали новый закон. Он касается дополнительной меры поддержки и выплаты двух миллионов рублей семьям погибших военнослужащих. Мы с вами являемся свидетелями важнейших исторических событий. Спустя 77 лет после победы наша страна вновь бьется с нацизмом. Сейчас российские воины героически сражаются за освобождение братских Донецкой и Луганской народных республик. Вы знаете все, что на федеральном уровне приняты очень серьезные меры финансовой и нематериальной поддержки военнослужащих, членов семей погибших героев. Но при этом считаю, что и республика со своей стороны также должна помочь им. Далее слово взял премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Он сообщил, что в республике сохраняется более высокий уровень рождаемости, чем в среднем по России и ПФО. За прошлый год в регионе родилось почти 40 тысяч детей. Чиновник рассказал и о положительной ситуации на рынке труда. В среднем за 2021 год уровень безработицы сложился на самой низкой отметке 4,3%. При этом соотношение количества безработных к числу вакантных рабочих мест снизилось в 4 раза. На каждую безработную сегодня приходится у нас в республике 2 вакансии. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2021 году мы с ростом на 7,5% преодолели 40-тысячный барьер по средней заработной плате. Что касается образования, то по словам Назарова, в 2021 году 100% школьников начальных классов обеспечили бесплатным горячим питанием. В планах власти построить новые школы, а также выделить в 2022 миллиард рублей для модернизации профессиональных образовательных организаций. В этом году еще откроют образовательные учреждения в Бешбулярском, Салаватском, Уфимских районах, Уфе. Ну а также, конечно, мы завершим строительство школы на 375 мест в Старом Сибае Баймасского района. По проекту «Башкирские дворики» в 2021 году благоустроили 140 дворовых территорий на 742 миллиона рублей. Более 207 миллионов потратили на ремонт 312 подъездов в 115 домах. Также Андрей Назаров сообщил актуальные цифры по проблеме обманутых дольщиков. На 2021 год решены вопросы по 34 домам, и более 3000 граждан восстановили свои права. А вообще, если проанализировать эту работу, эту проблему, начиная с 2018 года, то тогда обманутых дольщиков в республике насчитывало более 10 тысяч. Что касается продовольствия, то премьер-министр заверил, что в запасе региона есть почти все. А если сахарного песка жители не наблюдают на полках, то виноваты искусственно созданный ажиотаж и самогонщики. Ну, когда люди начинают брать по несколько килограмм, ну, кто-то в запас, кто-то там посчитал самогонка дешевле водки, да, и начинают больше приобретать. Ну, что с этим сделаешь? Вот. Но при этом, повторюсь, нет никакой опасности. По большинству основных продуктов у нас есть производство, которое гораздо больше производит продукции, чем потребность самой республики. Это раз. Депутаты Курултая единогласно одобрили итоговый доклад правительства. Они посчитали, что результативность властей дает основания полагать, что кабинет министров и в дальнейшем справится с трудностями. Эльна Рахасанова, Телеканал ЮТВ